Маленький Платон с двумя другими малышами 23 ноября получил свой первый документ. И уже как настоящий гражданин Российской Федерации впервые отправился домой с родителями. Свидетельство о рождении детей вручали министр здравоохранения Рязанской области и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области. Рады, что так все получилось, потому что это торжественно, это приятно. Да, очень приятно. И то, что люди такие поздравляют все-таки, да, вручили торжественно. То есть не как обычно, да, едешь за свидетельством. Во втором Рязанском роддоме сложилась добрая традиция – торжественно вручать свидетельство о рождении детей в преддверии Международного дня матери и Международного дня защиты детей. Остается только подгадать даты и начать получать удовольствие от поддержки, которую оказывает государство для развития демографии в стране. Эта семья подарила жизнь уже второму ребенку. Второй ребенка – это большое счастье, да. То есть первый – это хорошо, как бы два еще лучше, как говорится. Ну, пожелать я хочу всем мамочкам, папочкам, чтобы они не боялись, рожали детишек. Это, во-первых, это счастье, самое главное. Это счастье просто быть мамой, быть папой. И не надо бояться, я думаю, потому что всегда все хорошо, и после родов восстанавливаются, и детишки растут в нежности и заботе. Главное, чтобы была любовь. Любовь родителей, поддержка родственников и хорошее медицинское обслуживание. Все это дает возможность появиться на свет новым гением, поэтам-космонавтам. Я не помню случая, чтобы мы отправляли куда-то в другой регион или в Москву, для того, чтобы оказывать систему родоспоможения. Мы сейчас стремимся к тому, чтобы искусственное оплодотворение ЭКО, так называемое, полный цикл, то есть от начала, скажем так, и до конца, до родов заканчивается в Рязани. В этом году уже на 30% больше мам смогли родить малышей с помощью ЭКО, проходя все необходимые процедуры в условиях нашего региона. Опираясь на этот показатель, родители, которые долгие годы не могли иметь ребенка, теперь смогут решиться на осуществление планов. Так в нашем мире можно будет услышать еще больше веселого детского смеха. Ежемесячно рождается около 900 детишек в Рязанской области. В основном больше мальчиков, чем девочек. Имена очень разные, но сейчас тенденция к исконно русским именам, и нас это несказанно радует. Имена Матвей, Платон, Гордей, девочки Лукерия, Аксинья. Работники ЗАГСа рады каждому исконно русскому имени. Они считают, что так родители малышей отдают дань памяти нашей истории. Кстати, в этом году органы записи актов гражданского состояния отмечают юбилей со дня основания. 18 декабря ЗАГСу исполнится 100 лет. В течение года мы проводим торжественные мероприятия. Это и торжественная регистрация бракосочетания, торжественная регистрация рождения детей, честная юбилея в семейной жизни. Проводим конкурс на лучшего ведущего церемонии бракосочетания. Так что в заявительном порядке можно обратиться в ЗАГС, и работники учреждения даже смогут приехать к вам или вашим близким домой, чтобы торжественно поздравить, например, с юбилеем семейной жизни. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что работники государственных, социальных, общественных структур сегодня как никогда заинтересованы в сохранении института семьи и повышении рождаемости. А рязанцы, в свою очередь, могут почаще узнавать о бонусах, которые им полагаются, чтобы сделать свою жизнь счастливее. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».